И снова здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь в Эстонии, в Таллине. Мы продолжаем следить за турниром по профессиональному кикбоксингу K.O.K. King of Kings. И настало время для четвертого четвертьфинала. Гран-при весовой категории до 77 килограммов. Роман Зыбин из Эстонии, местный спортсмен, будет биться с итальянцем Пауло Фиорио. 25 лет эстонцу, 28 лет итальянцу. Небольшая разница в росте, небольшая разница в весе, но похоже, что приличная разница в количестве проведенных поединков. Но опять же, это согласно той статистике, которая есть у нас. Итак, Роман Зыбин... А, сначала мы видим итальянского спортсмена. То есть по правильным пути решили пойти организаторы, выпустив географического гостя первого. Прекрасно. Поэтому рассказываю вам про итальянского бойца. Очень хорошую композицию выбрал себе для выхода. Пауло Фиорио. 53 боя. Провел 30 побед, одержал 10 нокаутом, 22 поражения. Начал свой путь в единоборствах с карате. Причем пошел заниматься с 4 лет. Любимый боец, легендарный, великий и ужасный Рамон Деккерс. Пауло Фиоро. Италия. Ну и послушайте зал. Конечно же, эстонская публика будет приветствовать Романа Зыбина. Занимается кикбоксингом всего ничего. Шесть лет. До этого занимался легкой атлетикой. Тренируется он у Макса Воровского. В клубе First Fighting Club. Причем Макс Воровский сегодня также будет выступать. Для Романа Зыбина это будет второй бой на турнире King of Kings. В мае он победил своего оппонента на турнире в Рике. Кстати, Роман Зыбин выбрал не менее хорошую композицию для своего выхода в ринг. Пусть совершенно иного стиля, но при всем при этом это просто классика жанра. Согласно нашей статистике, восемь побед одержал Роман Зыбин. При одном поражении. Чемпион Эстонии по кикбоксингу. Его любимый боец это действующий чемпион турнира Галуа Ревесовой категории до 77 килограммов. Ники Хвальскин. Роман Зыбин. Роман Зыбин. Файдинг Форет Куна, 25 лет, 181 сантиметра, официальный вес 76.9 килограмм. Его профессиональный рекорд, 8 wins 1 losses. Кикбоксинг Истония чемпион, файтер, Репресетинг первых файтов клуб, Истония, Руман Зиме! Грэнфри, 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 3 раунды, 3 минуты. Первый раунд. Хорошая комбинация в исполнении Зыбина. Здорово по туловищу двойку пробивает представитель Эстонии. Довольно активное начало в исполнении Романа. Очень жесткий удар справа попадает Зыбин. Пытается отвечать Фиорио. Но пока что Роман его очень прилично теснит. Удар ногой по туловищу. И звучит хорошая команда, что прилетает удар через руку итальянцу. Но мы видим, что и по печени здорово пробивает Зыбин. Еще раз по корпусу. Теперь уже справа руки в область сердца. Хорошая комбинация с завершающим лоу-киком. Оказывает очень серьезное давление на соперника Роман Зыбин пока. Здорово. Прекрасный нокаут. Блестящее. Я думаю, никакого счета уже не нужно. Все ясно. Вызывайте врача скорее. Да уже даже потому, как упал Пауло Фиорио, было видно, что это нокаут. Молодец, Роман Зыбин. И вы сами слышите, как болельщики отмечают эту победу, кое, кстати, в зале собралось немало. Смотрим еще раз. Отбросил канатом соперника Зыбин. И вот тот самый удар, очень хорошо подготовленный. Да, правый боковой, который, собственно, рекомендовал угол Романа ему для исполнения. А, то есть еще Пауло Фиорио считает, что он мог продолжать поединок. Это, конечно, все здорово, очень мужественно, но не полезно для здоровья, по меньшей мере. Пауло Фиорио. 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 И вот там уже придется биться по полной программе. Сейчас, конечно, для Романа получился такой некий бонус. Но это ни в коем случае не говорит о слабости Пауло Фиорио. Наверное, скорее это говорит о силе Романа Зыбина. Да, ну вот уронили тарелочку. Бывает. Тарелочка уже не очень хорошо закреплена. Фото на память, и я так думаю, что обязательное Блиц-интервью с Сэмом. Кстати, где он? А вот стоит уже в пределах ринга. Значит, сейчас будет допрашивать. Играет музыка. Благодарю, Роман, за вашу победу против Пауло. Ты готовил этот удар? Этот удар ты подготовил или это был такой, как лаки панч? Нет. Нет, я этот удар увидел. Изначально мне подсказали секунданты, что руку опускает. Я проанализировал, увидел эту дырочку и воспользовался возможностью. Тренинеры на втором танце сказали, что вот этот удар упал. И вот этот план тоже видел. Роман, как это сделать, чтобы бороться в против этого публика? Как тебе возражаться на эту публику, когда фаны столько дома? Здорово, дома всегда лучше. Все поддерживают. Очень приятно. Благодарю всех ребят. Благодарю всех, ребята. Очень приятно, чтобы быть здесь и бороться здесь. И, конечно, победа... В конце 19 декабря. Ты мне дам同じ, но я хорошо. 19 декабря в полуфинале покажешь то же самое? Будем тренироваться в том же направлении. Я буду тренироваться очень сильно, чтобы это было уверенно. Благодарю вас снова и увидимся в декабря в полуфинале. Спасибо. Пока. Спасибо. Роман Зимир, Истония. Ну что ж, поздравляем Романа Зыбина с этой победой. На первый взгляд легкой, но с другой стороны очень профессиональной. Как он сам сказал, увидел вот эту брешь в обороне соперника. И тут же туда свой кулак и направил. Я знаю, что и с уроки дал действительно болты. Восторый по smaller часу, боковых сạo Как звери ребенок идетיכ Т warчасова. Продолжение следует... Продолжение следует...